Волонтеры Тверской области смогут ездить в автобусах транспорта Верхней Волжья бесплатно. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между компанией-перевозчиком и региональным добровольческим центром «Мы вместе». На первом этапе бесплатными поездками смогут воспользоваться около 200 волонтеров. Подробности в материале нашей съемочной группы. Волонтерам-медикам Тверского государственного медицинского университета Василию Роговенко и Екатерине Карабаевой в общественном транспорте города приходится ездить каждый день, а то и по несколько раз в день. Добровольцы помогают докторам в медицинских учреждениях, совмещая эту деятельность с учебой. Мы должны доезжать до определенных медицинских учреждений, в которые нас отправляют волонтерить. Там мы помогаем врачам в той работе, которая от нас требуется. По итогам месяца траты на поездки в автобусе признаются ребята не маленькие. Однако в скором времени об этой статье расходов можно будет забыть. Компания «Транспорт Верхней Волжья» и региональный добровольческий центр «Мы вместе» в понедельник, 22 ноября, подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, проезд для тверских волонтеров в общественном транспорте отныне станет бесплатным. Данная мера введена по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудене. Хотела бы отметить, что наш регион один из первых, в которых вот такое партнерство, такая мотивационная поддержка добровольцев реализована именно вот в такой четкой структуре. Соглашение о сотрудничестве подписано, подготовлено технологическое решение. Каждый волонтер сможет оформить виртуальную проездную карту в приложении «Волга». На первом этапе воспользоваться проездным смогут около 200 человек. В будущем это число будет увеличено. В наше такое сложное время выполнять работу, направленную на, ну скажем, безвозмездное оказание помощи маломобильным гражданам, пожилым людям и другим нуждающимся, это бесценно. Поэтому мы приняли решение оказать содействие в данном вопросе. Первыми виртуальную проездную карту получат волонтеры Твери. Планируется, что в дальнейшем бесплатным проездом в общественном транспорте смогут воспользоваться добровольцы тех районов, где уже действует новая модель пассажирских перевозок.